Последняя в этом году сессия Народного собрания прошла сегодня. Депутаты приняли бюджет республики на 2019 год и еще ряд законопроектов. В работе с сессией принял участие и глава республики Владимир Васильев. Более подробно о заседании парламентариев расскажет моя коллега Зумрод Гамидова. Поправки, многочисленные обсуждения фракций и вот сегодня главный финансовый документ года принят. Так, бюджет республики составит более 121 миллиарда рублей. Предусмотрены деньги на повышение зарплаты учителям и работникам социальной сферы. На эти цели заложено 3 миллиарда рублей. Второй положительной особенностью поправок является увеличение бюджетных ассигнований в размере 760 миллионов рублей на повышение оплаты труда указных категорий работников. В итоге дополнительные расходы на повышение оплаты труда работников в бюджетной сфере на 2019 год составят 3 миллиарда 336 миллионов рублей. В своем докладе я провел лишь те большие существенные изменения, которые положительно повлияют на социально-экономическое положение республики. Не забыли и про здравоохранение. Депутаты утвердили бюджет ФОМСа. В следующем году запланирован ввод в эксплуатацию с четырех объектов здравоохранения и блок МРТ. Доходы территориального фонда на 2019 год остаются неизменными в сумме 31 миллиарда 359 миллионов 500 тысяч рублей. Территориальный фонд осуществляет расходы на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на выполнение управленческих функций территориальным фондом, на нормированный страховой запас и на финансовое обеспечение мероприятий по организации, дополнительному профессиональному образованию медицинских работников, по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. По традиции парламентарии перешли к выступлениям от фракции. Так, депутат «Справедливой России» поднял проблему обманутых дольщиков. Их в республике более 300. Недопросовестные застройщики продают одни и те же квартиры разным лицам. А на республиканском уровне нет законодательных норм, направленных на защиту их прав. Он озвучил некоторые механизмы для решения проблемы. Это настоящая жизненная трагедия для людей, которые обращаются к государству за помощью. Поиски путей решения этой острой проблемы в ряд регионов за последние годы привели к решению на основе государственного частного партнерства, без выделения государственных средств за счет частных инвесторов. Такой механизм строительства жилья на продажу одновременно с обеспечением жильем дольщиков может повысить инвестиционную привлекательность проекта для застройщиков и решить проблему долевого строительства. Глава региона, выступая перед депутатами, подчеркнул, что на сегодняшний день доля теневой экономики значительно уменьшилась. А проведенная работа привела к тому, что у федеральных органов власти появилось доверие по отношению к Дагестану. Я, как каждый нормальный человек, получаю в отум вашего доверия, а значит народа Дагестана, который вы имеете честь представлять, как и я тоже, благодаря вашей поддержке и вашему тому, что вы меня избрали. У меня появилась абсолютная уверенность, и я вам говорю это глядя в глаза, у нас все получится. Я не хочу сейчас просто быть мечтателем, но поверьте, уже скоро вы сами, мы будем с вами жить в другом Дагестане. Я в этом убежден. Всего депутаты рассмотрели около 20 вопросов, а завершилась сессия награждением депутатов почетными знаками за заслуги перед республикой. Зумруд Гамидова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.